Я веганка почти 6 лет, и я практикующая психотерапевтка, а также администраторка женской студии безопасности. Сегодня мы с вами обсудим, как связаны веганство и феминизм, и начнем, наверное, с того, почему многие феминистки не переходят на веганство. Мы обсудим аргументы двух, наверное, самых известных течений феминизма. Это радикальный феминизм и интерсекциональный феминизм. Они могут быть, на первый взгляд, разными, но на самом деле они очень похожи и говорят об одном. Но один из аргументов против веганства – это то, что веганство – это диета и очередное ограничение женщин в еде. Как мы знаем, на протяжении истории очень часто женщин действительно ограничивали во многих ресурсах, не только в еде, но и в еде в том числе. К тому же, в зависимости от моды и времени, женщинам то было лучше быть худыми, то набирать вес, то снова его сбрасывать. В то же время, давайте вспомним, что такое веганство. Не из Википедии, где действительно может быть вот это вот отвратительное слово. Веганство – это отказ от эксплуатации животных, насколько это возможно и практически осуществимо. Диета же – это ограничение в калораже, то есть мы снижаем энергетический вес продуктов, либо это еще какой-то способ свой рацион сузить и так далее. Веганство говорит нам о том, что животные не являются ресурсами. Животные – это личности, животные – это существа, у которых есть интересы, у которых есть базовые права, которые абсолютно идентичны с нашими. Это право на их жизнь, на их тело и на их свободу. Никто из них не собирается становиться вещью и ложиться на нашу тарелку, либо отдавать своих детей на нашу тарелку и так далее. В то же самое время женщины, феминистки в том числе, борются с тем, что в нашем мире патриархальном женское тело сексуально объективируется. И здесь прослеживается очень хорошая параллель. То есть животные в нашем мире – это не личности, это еда. Это получается какой-то объект, это нечто предметное. А женщина в нашем мире – это тоже сексуальный объект для удовлетворения кого? Правильно, мужчин. Мы живем в патриархальном мире, и все у нас сводится к тому, чтобы удовлетворить группу угнетающую. Таким образом, здесь мы можем говорить о том, что женщины ни в коем случае не будут соблюдать диету. Они не будут сокращать колорасу и его питание. Они не будут исключать необходимые нутриенты. Мы говорим о замене. О замене продукта. То есть в нашем случае не продукта. Мы заменяем личность на нашей тарелке на какой-то действительно продукт. Мы не говорим сокращать вам калории. Мы не говорим вам худеть. Мы не говорим вам никаким образом нарушать свое здоровье. Недополучать того, что вы получаете обычно. И уже многими, если не всеми, по крайней мере иностранными обществами доказано, что животные продукты не являются необходимостью. Веганское питание, растительное питание полностью удовлетворяет ваши потребности, если оно сбалансировано. Насчет сексуальной объективации. Очень неудобно, конечно, мне. Да, спасибо. Надо вот скинуться потом на работу. Сексуальная объективация – это процесс опредмечивания женщин, сведения ее личности к абстрактному образу, отвечающему сексуальному интересу мужчин обычно в нашем мире. Таким образом, мы говорим о опредмечивании женщин. В случае невеганства мы говорим о опредмечивании животных. Очень многим также не нравится, очень многим феминистам. Я должна здесь уточнить очень важную вещь, что я тоже феминистка, и, безусловно, я говорю не про всех. Я говорю про феминисток, которые используют эти аргументы против веганства. И разбираю именно аргументы, а не их личность. Не личность этих феминисток. Женщинам очень не нравится, что их сравнивают с животными. Но понравится ли вам, если вас сравнят с чем-то прекрасным в этом мире? Ну, допустим, что там вот это вот все, что сравнивать вообще не надо. Но если вам скажут, что вы, например, зайчка или кисочка, так многих и называют. Вот да, мне говорят, что так многих и называют, и это нечто ласковое и так далее. Когда меня пытаются оскорбить словами «коровы» или «свинья», я очень радуюсь, потому что я обожаю коров и свиней. Прекрасные животные, я считаю, и очень их люблю. Они совершенно прекрасны. Таким образом, женщины возмущаются, что мы сравниваем их с животными, потому что животные в нашем мире — это нечто низкое, это нечто, не являющееся личностью, не имеющее каких-либо прав, прекрасных качеств и так далее. Еще один аргумент, что веганство смещает фокус внимания с действительно важных сфер угнетения. Здесь говорится чаще всего феминистками о том, что вместо того, чтобы бороться за права женщин, вы боретесь за права животных. Но дело в том, что веганство не является каким-то активизмом или борьбой. Веганство — это отказ от эксплуатации животных во всех сферах. Никто не просит вас заниматься активизмом веганским. Это вопрос потребления. Вы можете дальше бороться за права женщин, при этом понимая, что параллели... Мы уже провели с вами одну параллель, по сути, да, объективации животных, объективации женщин. Таким образом, вы работаете на свою же агитацию. Вы говорите, что никого нельзя объективировать, ни одно живое существо нельзя объективировать. И здесь тоже вопрос того, что мы можем сказать о том, что мужчины называют друг друга бабами, тоже когда хотят оскорбить. Это тоже вопрос сопредмечивания, это тоже вопрос объективации. И со смещением фокуса внимания можно сказать тоже про любую сферу так. То есть левые могут нам сказать, что вот, вы смещаете... Это вообще феминизм, это не вопрос, который касается классового неравенства. Мы можем... Зачем нам это вообще? Давайте сосредоточимся на капитализме и будем с капитализмом бороться. Вот. Феминизм тут ни при чем. Давайте забудем про него, он никак не касается классового неравенства. Мой любимый аргумент против. Феганство давит на женскую гендерную социализацию и чувство вины. Гендерная социализация — это процесс усвоения человеком норм, правил поведения и социальных установок в соответствии с предписанной гендерной ролью. То есть рождается ребенок, смотрят на его область между ног и уже знают, как его воспитывать, какие социальные нормы ему прививать, что ему говорить. Ты же девочка, ты же мальчик. И, соответственно, как он будет это воспринимать и что дальше по жизни делать. Девочкам предписывается огромная эмпатия, девочкам предписывается покладистость, девочкам предписывается то, что они должны быть такими заботливыми, такими уважающими всех вокруг. А мужчины, они амбициозные, они добытчики, они такие суровые, мужественные, а мужественные уже тоже такой гендерный подтекст имеет. То есть мужественный — это смелый, это сильный, это целеустремленный, это ответственный. Это у нас уже все про мужчин. В то же самое время эмпатия — это осознанность и переживание текущему эмоциональному состоянию другого человека без потери ощущения происхождения этого переживания. Сейчас попробую как-нибудь по-деревенски сказать. Мужчинам говорят, что они должны быть суровыми, безэмоциональными и проявлять только свои грубые качества. К чему это приводит? К тому, что мужчины у нас не плачут, мужчины у нас часто срываются, мужчины у нас не идут в психотерапию чаще всего. Мужчина, он должен вообще все контролировать максимально, быть таким суровым, серьезным и так далее. При этом эмпатия, как мы видим, это очень классная штука вообще. То есть вот аргумент радикальных феминисток о том, что веганство, агитация за веганство, оно давит на нашу эмоциональную часть женскую. По сути, мы говорим о том, что а давайте женщины станут тоже такими же неэмпатичными, тоже такими же безэмоциональными, тоже такими же грубыми, как мужчины. То есть мы признаем, что вот эта вот грубость, вот эта вот маскулинность, она приводит к насилию, она приводит к огромным проблемам в этой жизни, с которыми мы боремся, как феминистки. И при этом мы эмпатию тоже делаем что-то минусовым. То есть то, что женщины, например, становятся веганками благодаря своей эмпатии, это какой-то минус. А может быть нам нужно сделать так, чтобы у мужчины было побольше эмпатии, чтобы мужчины развивали свой эмоциональный интеллект. И таким образом мужчины будут чаще переходить на веганство, потому что на данный момент у нас перекос. У нас очень много... нет, так не буду говорить. У нас очень мало мужчин в веганском движении. И еще не только говорят об эмпатии, говорят о том, что мы веганской агитации давим на чувство вины. А вина — это чувство, возникающее на фоне внутреннего субъективного отношения к своим поступкам, действиям, бездействиям. То есть вина — это что-то хорошее. Это про саморефлексию. Это про то, что вы можете понимать границы другого существа, человека, животного. В частности, вина, она помогает нам регулировать и сохранять отношения. Если бы в нашем обществе не было такого чувства, как вина, то мы бы все были с вами социопатами. Потому что полное отсутствие вины — это один из признаков социопатии. Таким образом, если кто-то переходит из чувства вины на веганство, здесь возникает вопрос, сможет ли этот человек справиться с виной и будет ли она здоровой, либо она будет токсичной и разрушающей. Здоровая вина всегда контролирует только то, что контролирует человек. То есть здоровая вина — это про то, что человек сам может решить в своей жизни. Я толкнула кого-то, я говорю, простите, пожалуйста, как я могу, ну, что я могу для вас сделать? Я кого-то обвела грязной водой, что я могу для вас сделать? Я испытываю чувство вины за свое поведение, за свой поступок и его последствия. Я испытываю чувство вины, что мое потребление является неэтичным. Мое потребление вредит кому-то. Я перехожу на веганство. Окей. Я не испытываю вину за то, что другие люди не веганят. Я не испытываю вину за то, что я там когда-то делала. Все, я перестала это делать. Здоровое чувство вины — это про ответственность. Токсичное чувство вины — это не ок. Вообще любое токсичное и нездоровое чувство — это не ок. В то же самое время мы не должны переходить на веганство из чувства вины. Потому что мы переходим на веганство из ощущения какой-то несправедливости. Мы переходим на веганство даже иногда не из любви к животным, а из уважения их базовых прав. И здесь тоже хочется сказать, что очень часто феминистки говорят о том, что особенно веганки-аболиционистки, они говорят, что вот есть веганы, веганки, а есть эксплуататоры. Есть вот веганки и веганы, а есть убийцы, насильники и так далее. Веганки-аболиционистки всегда говорят о том, что мы не критикуем личность. Мы всегда критикуем поведение. Мы говорим о том, что поступки неэтичны, поступки не ок. Человек ок, с человеком всё нормально, с личностью всё нормально. И работа с виной, первая задача стратегии работы с виной — это перенести вину с уровня идентичности на уровень поведения. Не с человеком что-то не ок, с его поведением что-то не ок. А дальше мы уже работаем с тем, что вина — это, в первую очередь, ответственность. Если это здоровая вина, если мы действительно делаем что-то не так, если это каким-то образом несопоставимо с нашими ценностями, с нашей жизнью, то мы берём за это ответственность и решаем эту задачу. То есть вина, эмпатия — это ок, чувство, это классно. Если у женщины это всё развито, и мы не уходим в токсичную вину, мы не берём на себя ответственность за всё человечество, мы не берём за себя ответственность за каких-то других людей, других личностей. Мы берём только за себя и своё поведение. Всё окей. Давайте не будем это в женщинах искоренять, давайте этому научим мужчин. Спасибо. И также, это касается интерсекциональных феминисток, то, что веганство — это не для всех. Вот. В целом, маленькое пояснение, вдруг кто-то не знает. Концепция радикального феминизма предполагает, что все женщины в мире имеют схожий опыт угнетения. Интерсекциональный феминизм предполагает, что опыт угнетения зависит от множества параметров. Расы, класса и так далее. И формирует какую-то уникальную, уникальный опыт угнетения. Да, специфичный. И отсюда появляется, что и веганство не для всех. Мы же должны множество параметров учесть, чтобы завеганить. Вот. Потому что у всех у нас уникальный опыт. Но здесь у меня вопрос. Если мы проработаем какие-то понимания своих внутренних чувств, если мы посмотрим на свои ценности, если мы поймем, что наше собственное веганство — это отказ от насилия над другими и проведем множество параллелей с другими угнетениями и с другими дискриминациями, то каким образом веганство может быть не для всех. Одна достаточно известная интерсекциональная феминистка, она несколько лет назад сделала такую вещь. Она взяла несколько фотографий людей в очень тяжелых жизненных ситуациях. То есть это люди, оставшиеся бездомными, это люди в тюрьмах. Она взяла эти фотографии и написала на них слоган «Веганим вместе», да, что веганство — это просто и для всех. Веганство — это легко и для всех. То есть это такой максимально манипулятивный ход, который каким-то образом просто открыл ящик Пандоры и оттуда полетело множество лайков и комментариев о том, что вот да-да-да. При этом, разумеется, писали люди не из тюрьмы, писали люди, не находящиеся на улице у помоек. Писали люди, у которых есть возможность веганить. Прямо с сегодняшнего дня и всю свою жизнь. И таким образом она еще и дискредитировала полностью тех людей на фотографиях. То есть она спрашивала у них по поводу того, что они хотят, как они к этому относятся. К тому же некоторые люди и в тюрьмах веганят. То есть зачем? Также я хотела бы поговорить... Сначала я хотела бы поговорить о лукистской и сексистской агитации УНК, пусконаправленных компаний. А потом я поняла, что об этом очень часто говорят на лекциях про веганство. Но это не веганство. Веганки, аболиционистки, они не делают того, что делает ПЭТа. Они не устраивают каких-то антимеховых акций, очень мизогинных и очень сексистских, которые, к слову, как раз-таки давят на какую-то... Вызывают вот эту вот вину. Не ответственность, а токсичную вину. Они показывают всем какой-то жуткий контент. Они обливают людей краской, нарушая их границы и так далее. И вот здесь вот у меня уже вопрос к ним. А не это ли вы предъявляете веганкам, которые этого не делают? Поэтому я решила о них сегодня не говорить, но я готова ответить на вопросы по поводу них. В конце я, наверное, скажу, что... В общем, переходите на веганство прямо сегодня, если вы еще не перешли на него. Поддерживайте феминизм. И работайте со своим чувством вины и делайте его только здоровым. И переносите его на ответственность. Не чувствуйте его за весь мир. Вот. Все. Спасибо. Спасибо тебе большое. Прекрасная лекция. Вопросы-то будут? Да. Будут ли какие-то вопросы в фоне? Давайте закидайте ничего не забываться еще. По последнему пункту все-таки есть вопрос насчет того, что веганство. Действительно ли веганство для всех? Ведь у многих людей действительно нет там какой-то материальной возможности. Или они живут, например, в условиях Крайнего Севера. И там, не знаю, коренной народ, они разводят оленей. То есть, вообще, насколько можно всех привести? Здесь вопрос в такой некой индульгенции. Обычно люди спрашивают это на лекциях. Люди пишут об этом в комментариях, чтобы получить индульгенцию для себя. Но дело в том, что мы в первую очередь говорим о тех людях, которые сейчас уже могут перейти на веганство. У которых прямо сейчас есть такая возможность. И чем больше веганство будет развиваться, тем в какой-то момент, то есть, еще несколько лет тому назад мы не могли купить там каких-то белковых продуктов в магазинах у дома. Того же тофу и так далее. Нам приходилось либо заказывать, либо ездить в специализированные магазины. Сейчас это можно уже сделать в своем доме. Открывается множество веганских заведений. Чем больше будет веганок и веганов, тем дальше оно пойдет. Вы будете заходить в магазин в деревне и вместо чего-то продуктов животной эксплуатации покупать сок тофу, не молоко и так далее. И в конце концов мы придем к тому, что... Ну, мы придем, я имею в виду, что я надеюсь, что это при моей жизни случится, что во всех школах будет опция веганского меню. Во всех тюрьмах, местах решения свободы и так далее, и так далее. То есть везде будет опция веганского питания. И таким образом у нас останутся действительно только люди, которые никаким образом не могут сходить в супермаркет, и так далее, и тому подобное. Но я думаю, что когда мы доживем до этого момента, когда все в цивилизации смогут веганить, то есть в ближней нашей цивилизации, то мы как-то придумаем и для эскимосов тоже что-нибудь. Ну, если они не захотят переезжать. Мы организуем поставки. Снабжение. Вот, мы организуем поставки. Вот. Все прекрасно. А мы еще в тот момент будем жить не в капиталистическом мире. Вот. У нас не будет денег. Мы все будем прекрасные, свободные. Мы там будем поставки оформлять. Все вообще круто будет. А можно вот сравнение привести. Вот, например, в некоторых республиках Средней Азии дети используют для сборов хлопка или для каких-то других работ. Вот. Но это же не значит, что нужно взять и всех, кто использует детей, обвинить в том, что они совершают преступление, посадить в тюрьму. Нет. Это значит, что надо помочь им создать условия, чтобы не было необходимости прижимать детей к рабскому труду. Соответственно, и в данном случае тоже. Мы не можем требовать каких-нибудь чукчей, которые живут в чумах, чтобы они мгновенно и сразу, прямо сегодня, перешли на веганство. Для того, чтобы им оказать помощь, нам самим, нашему обществу, нужно перейти на веганство, чтобы общество в целом поддерживало эту концепцию и стремилось помочь уже тем людям, которые сегодня сделать этого не могут. Да. И тоже здесь поднимается вопрос капитализма, да, эксплуатации, неравной оплаты труда. Вот, с детьми, да. То есть, что кому-то приходится вот таким вот образом эксплуатировать детей, самим вступать в эту эксплуатацию и так далее. Да. И действительно, мы с вами не на крайнем севере и в скором времени туда не попадем, надеюсь. И на необитаемый остров мы сейчас с вами не отправимся, поэтому давайте все веганить. А если вдруг такое случится, мы попадем на необитаемый остров, ну вот тогда уже и подумаем. Как работать людям, как веганить людям с РПП? Потому что чаще... Мне кажется, у меня нет РПП, ну, может быть, нарушение пищевого поведения есть, но в целом у меня все хорошо. Но среди меня есть люди, в которых я, конечно же... Среди которых я продвигаю веганство, но у многих есть нарушение пищевого поведения. И чаще всего, конечно, начинается разговор о том, что это... Ну, это запреты какие-то. Как работать? Как это продвигать? Здесь психотерапия зайдет в чатик. В общем, РПП вообще необходима работа в первую очередь в психотерапии. То есть мы говорим о том, что человеку действительно тяжело жить эту жизнь. Вот. И в то же самое время это сейчас не оправдание, да, это сейчас не индульгенция от интерсекционального феминизма, о том, что вот не для всех, да, не последний пух. Тут вопрос в том, что люди с РПП могут веганить, да? То есть множество растительных продуктов. Я сама знаю веганок с РПП. Более того, большинство... Почему так много женщин в веганском движении, да? Именно вот эмпатия. Эмпатия. Женщины знают, каково это. И они иногда знают на собственном опыте, каково это, когда тебя унижают, когда с тобой не считаются, да, когда там вот как раз-таки эксплуатация репродуктивных качеств, эксплуатация материнства и так далее, да? И тут уже вопрос, насколько человек хочет. Если человек не хочет и не видит смысла переходить на веганство, но он не перейдёт на веганство. Вот. Поэтому тут уже вопрос даже не в РПП, да, не в РПП, не в каких-то ещё расстройствах пищевого поведения, да, там, булюмии и так далее. Тут вопрос в понимании, желании и взятии на себя вот этой ответственности. Возможно, сейчас человек настолько поглощён своей проблемой, да, внутренней, вот своим расстройством пищевого поведения, что он не готов, он просто не может на себя этого взять. Тут уже вопрос помощи с его проблемой, вот, чтобы человек задумался о ком-то ещё. Вопрос ресурсности, наверное. Да, вопрос ресурсности. Ну, ресурсность — это как раз-таки про то, что я хочу. Когда мы чего-то хотим, да, когда мы хотим взять ответственность, когда мы берём эту ответственность, это вопрос ресурсности. Обычно человек вне ресурсов, он вообще ничего не хочет. Он хочет только лечь. Спасибо. А я вас помню, мы были у меня в семинаре. Я бы хотела спросить насчёт взаимосвязи веганство и веганство, то есть напоедания из-за помоек, и тут стоит вопрос ещё экологически. Кстати, хотела напомнить, напомнить, про мига. Я даже хотела напомнить. Это фреганство, которое допускает непределение мяса. Ну, да. А возьмёшь раз представить название этого, про что вы сказали? Мига. Дело в том, что, насколько я знаю, можете меня исправить, кстати, вообще фреганство, оно начиналось именно с веганского движения. Именно веганки начали фреганить, да. И это как раз-таки тоже вопрос экологии, вопрос снижения потребления и так далее. Но вот смотрите. Работала я одно время в хирургии ветеринарной. Вот. Я работала с сеткой ветеринарного хирурга. И мы некоторые, в общем, ну вот отрежем мы какие-нибудь вещи, да, причинные. Причинного мы отрежем, да, котику или пёсику. Или там вырежем какую-нибудь опухоль и так далее. Извините, если кому-то сейчас я просто настолько об этом свободно говорю. Вот. И мы это отправляем на помойку, да. Или, например, вы пришли на помойку, а там вот какие-то части человеческого тела после операции. Да, как антиопухоль. Вы же не посчитаете это продуктом питания. То есть тут тоже вот вопрос как раз-таки вот это вот диеты и так далее первое, да. То есть это вопрос объективации. Когда я вижу, то есть мне очень нравится, как некоторые говорят, вот на меня смотрят как на кусок мяса. Я думаю, ну я когда смотрю на кусок мяса, я хочу его похоронить. Вот. То есть тут же вопрос в том, что это не продукт. Для веганки это не продукт. Для веганки это вот мёртвое тело личности. Или выделение личности, да. Таким образом, фреганство, оно начиналось всё-таки с фреганского. И я считаю, это правильно. То есть мы должны уважать. Мы же уважаем тело человека после его смерти. Вот. Таким образом, мы должны уважать животных. И слава. Раз, раз. Вопрос такой. Действительно, почему такой перекос в веганском движении гендерный? Можешь это развернуть? И, кстати, во всех ли странах он так? Чаще всего мужчины именно из-за гендерной социализации, да, им с детства не разрешают проявлять эмоции и так далее. Мы приходим к тому, что у мужчин чаще хуже развит эмоциональный интеллект. Потому что эмоциональный интеллект это в первую очередь не про то, что пишут популярные штучки в интернете, да. Это не про то, что ты понимаешь чувства других, эмоции других. Это в первую очередь про то, что ты понимаешь свои чувства и эмоции. Я очень часто сталкиваюсь именно с тем, что когда у клиента, не у клиентки, а у клиента спрашиваешь в терапии, а что ты сейчас чувствуешь? А что ты по этому поводу думаешь? Клиент говорит, я не знаю. Я не знаю, меня не учили. Я не учился чувствовать. Я не учился говорить о своих чувствах. Я не учился там каким-то образом все это осознавать. Нет, если мы не умеем развивать собственные чувства, если мы не понимаем, что мы чувствуем сами, о какой эмпатии идёт речь? Эмпатия. Там было в этом определении, что это осознанное понимание того, что чувствует другой человек, и ты не проваливаешься в этом. Таким образом, если человек не понимает собственных чувств, если он не понимает, от чего ему больно, от чего ему там как-то плохо или хорошо, то он не будет переключаться на другого человека. Таким образом, тут тоже вопрос того, с чем борются многие феминистки, того, что вот мужчины, они такие маскулинные, безэмоциональные. Я мужик, пойду лучше стукну. Вот это вот. И тут вопрос в том, что если мы будем говорить про отсутствие вот этой вот маскулинности, если мы будем больше прививать мальчикам вообще чувствительность, уважение к чужим личным границам, развивать их собственные личные границы и понимание их чувств, то мы приведем к тому, что мужчины станут более эмпатичными, и тогда они будут заботиться, будут задумываться о чувствах других. По странам есть какие-то информации? Циферки точно не скажу никакие, но мне кажется, что ни в одной из стран нет такого, что вот мужчин хотя бы вровень. То есть везде женщин больше. Вообще в любом активизме, в любом движении. Именно потому, что женщинам свойственно вот это вот переложить на себя, прочувствовать, поставить себя на чужое место. Вот, и плюс у них есть опыт, у них есть вот этот опыт угнетения, пусть даже какой-то, некоторые женщины этого не осознают, да, потому что, ну, они не сталкивались с каким-то прямым, прямым насилием, да, там, о котором везде пишут, говорят и так далее. Но они сталкивались с каким-то пренебрежением. Вот это вот всё. И они знают, каково это. А можно ещё поделиться некоторыми соображениями про чувство вины? Значит, мне кажется, что когда веганы агитируют за веганство, показывают, может быть, даже шок-контент, или приводят какие-то аргументы, рассказывают, как плохо животным там на фермах, что они и хотят жить тоже, это не является навязанным чувством вины. Это просто мы говорим правду и обращаем внимание, что это несправедливо и жестоко. А то, что кто-то испытывает по этому поводу чувство вины, это его собственное чувство. Это значит, что в этом человеке это чувство уже есть. Вот. И то, что оно просыпается, это не проблема веганов, это проблема самого этого человека. Это проблема его собственного понимания и его совести. Поэтому, мне кажется, что нельзя обвинять веганов в том, что они давят или манипулируют чувством вины. Манипуляция – это всё-таки что-то другое. Это вызывание к ложному чувству вины или привязывание к чувству вины чего-то другого, что к нему не относится. Вот. Вот такое вот соображение. Спасибо большое. Я единственное, что, ну, лексический момент хочу поспорить немножко с лексическим моментом. Я полностью согласна, да, с тем, что действительно это чувство вины было уже в человеке. Потому что в нас не вливаются чувства. Если какой-то человек что-то сделал, то чьё-то действие вызвало в нас какую-то эмоцию. Оно разбудило в нас какую-то эмоцию, да. То есть она всегда была в нас. Вот. Но то, что у человека есть чувство вины, это не проблема. То, что человек чувствует вину за какое-то своё действие, это, наоборот, не проблема. Это то, что человек, по сути, здоров. Вот. Потому что, как я уже сказала, полное отсутствие чувства вины, да, это уже социопатия. Поэтому, наоборот, если человек чувствует вину, да, и говорит, вот, ты во мне, там, типа, ты сейчас манипулируешь, и ты давишь на моё чувство вины. Так, блин, здорово. То есть ты как бы осознаёшь, что ты какую-то хрень делаешь. Ну, то есть ты осознаёшь, что животным, ну, больно, что они чувствующие личности. Это же здорово, что ты испытываешь это чувство вины. Только давай теперь его сделаем здоровым. Давай оно не будет тебя полностью поглощать. Вот разница между здоровой и токсичной виной, да, что здоровая вина, мы можем взять на себя какую-то ответственность, например, делать по-другому, и всё, мы не чувствуем вину. Токсичная вина, она полностью поглощает человек. То есть, если, например, человек перешёл на веганство и дальше продолжает чувствовать вину, это уже немножечко не про то вина. Там, скорее всего, токсичная вина по поводу всего, вот этот вот интроект родительский и так далее, когда она его полностью просто поглощает, целиком. Когда человек настолько страдает от чувства вины, это уже про токсичное чувство вины. То есть, она приносит страдания, но не приводит к каким-то практическим полезным действиям. Да, да, именно так. И она чаще всего касается не того, что может человек изменить. То есть, это вот просто, не знаю, я чувствую вину за то, что вот мир такой ужасный. То есть, вот это вот взятие вины за всех, за всё и так далее. Вот такая, это же не твоя вина. Ты ничего плохого-то не сделала для нас. Спасибо. Спасибо за лекцию. Да. Ну что вы вообще как? Вставим?